здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о молодости потому что речь пойдет о молодежной политики а это естественно молодость это те люди которые рано или поздно станут зрелыми людьми будут уже определять и политику и экономику и культуру страны ну а сейчас это самое то время когда можно и работать и становиться профессионалом и добиваться определенных успехов но и конечно же период приятных развлечений но и к тому же хочу отметить что многие молодые люди уже сейчас занимаются вполне себе взрослой деятельностью все зависит прежде всего от человека и от той помощи которые оказывают этим людям родные близкие само собой но еще и государство в лице например нашей сегодняшней гости начальника управления по работе с молодежью городского округа люберцы надежды михайловны русаковой здравствуйте одежда михайловна вы согласны со мной что молодые люди сегодня вполне могут влиять даже на экономику страны на политику на культуру безусловно и в первую очередь действительно хочется дать должное что сегодняшняя система государственной политики выстроена таким образом чтобы давать все возможности для развития молодого поколения наш кластер до молодежная политика сегодня регламентирует с возрастом от 14 до 35 лет и 35 до 35 а сейчас идет разговор о том что хотят повышать эту планку и в принципе если мы смотрим на длительной жизни которая увеличилась за последние несколько десятилетий в этом есть смысл потому что 80 лет будет человеку ну да среднестатистическому 80 лет чему мы всем желаем как говорят 40 вполне себе нормальный молодой да как говорят 60 лет детства они самые сложные да 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 поэтому мы будем только рады потому что действительно энергичных людей даже 35 плюс очень много и под споре им хорошая несмотря уже на опыт который приобретается к этому возрасту сочетание до наставники учат нас год педагога и наставника когда наставник правильно настраивает и является не просто наставником и еще и помощником до передает какие-то либо функции вообще полностью дело передает и человек уже из молодого с точки зрения но еще чего-то не умеющего вдруг раз и становится профессионалом до из и не просто занимает место да а может быть работают сначала совместно а потом когда человек уходит на пенсию он уже такой нормальный маститый профессионал уже другого берем до стажировки стажировки системы стажировок еще вот такой вопрос мы сегодня поговорим конечно о вообще как работает как как идет работа с молодежью нам надежда михайлов начало сказать и на федеральном уровне и городском округе берется естественно само по себе но тем не менее начать хотелось бы начать вот с такого еще момента насколько сегодня вот демографические эти вопросы наверное вы тоже навел в курсе насколько можно сказать на что наше население потихонечку молодеет потому что раньше вот с перестройки примерно до 2000-х годов говорили что мы все время в яме что у нас много пенсионеров а понятно что пенсионерам нужно платить пенсию молодых людей было мало и будем откровенно рожали мало перед время такое было сегодня немножко ситуация переломилась но если смотреть по общей картине демографии то все равно вот те самые 90-е годы конечно 90 плюс возьмем тот период афганистан и и все равно сейчас у нас еще страна выходит из той самой демографической ямы если в разрезе городского округа люберцы то у нас приблизительно в кластер молодежи попадает 81 тысячи человек а это приблизительно ну где-то порядка 1 3 1 3 3 населения да в принципе нормально будет когда хотя бы половина будет наверное так думаю да для того чтобы здесь наверное все таки мы вернемся к теме что нужно увеличивать возрастной цен ну да нет я не к тому что кто-то там должен покинуть этот мир нет нормально когда я имею ввиду но не один ребенок рождается в семья 23 потому что тогда и в вариант на молодежности разные начнем у там 20 лет старшему сыну 15 лет среднему и там 8 лет младшей дочке но самый младший тогда получается три уже до таких поколений ну хорошо это безусловно не совсем ваши вопросы давайте пойдем по вашим вопросам каковы сегодня вообще основные направления так понимаю что у вас есть какие-то документы инструментарий которые вы изучаете и пытаетесь его на месте что называется реализовать что это за инструмента если в целом говорить о федеральной повестке последних наверное десяти лет молодежной политики то это уже из отрасли выросла в целую экосистему потому что здесь не только идет работа с молодежью муниципальные да и не только идет молодная молодежь кустовая какие-то общественные организации какие-то определенные кластеры здесь идет сегмент вузов сегмент школ и в двадцатом году наконец-то вот таким вот ярким нормативным правовым актом который охватывает весь этот кластер стал федеральный закон 489 о молодежной политике россии он до разрабатывался несколько лет но он действительно все спектры учитывает работы вот с тем непростым возрастом говорят что молодежная политика это такая непонятная субстанция которую не знают вроде бы они уже не дети но еще и взрослые да и поэтому имеет право на ошибку больше чем взрослые да можно так мне вот это именно и нравится что им у них энергии больше у них нет каких-то таких плачевных печальных опытов поэтому они не боятся пробовать с годами пробовать мы сложнее ну да некоторые люди останавливаются на она достигнутом и все и так вот и существует да а у них они все время вперед пытаются перед ними открыты все дороги и собственно стать тем подспорьем для них смотреть как они развиваются смотреть как они становятся как они добиваются успехов это действительно удовольствие еще знать что ты можешь вложиться в них чем-то таким позитивным правильным и потом результат их вырастет масштабируется в разы это действительно дорогого ну да когда человек уже вырастет и ты видишь что очень это же тоже такой отчасти воспитательская педагогический труд я бы так сказал что воспитание педагогика ну то есть можно чему-то научить но можно не воспитать а можно и воспитать и научить а можно надо только воспитать что позволит потом человеку самому выбор сделать правильный выбор поэтому немножко поговорим о тех направлениях которые сейчас реализуются в городском округе либо раз я понимаю что задачи это стоят ну масштабная вот и насколько мы справляемся на вот нашем уровне и если у вас обратная связь скажем так и с глобальным федеральным руководством и с администрацией городского округа люберца с депутатами это работа действительно командная и здесь поддержка и администрации и федеральных региональных органов нам она очень ценно и она оказывается в полной мере по любому запросу конечно задач много задачи архи интересные я хочу еще поблагодарить свою команду которая на все вызовы на все даже какие-то безумные идеи очень легко соглашаются поддерживают мы что я говорю всегда нельзя мыслить шаблонно нельзя мыслить стереотипами всегда надо даже самые какие-то креативные мысли идеи высказывать и никогда не мыслить запретами рамками мы всегда в любой ситуации ищем ресурсы ищем возможности не надо мне говорить почему не получится скажите мне как мы можем это сделать суровый руководитель я думаю нет я наоборот справедливый не знаю мне кажется мягкий ну понятно не ну когда руководитель говорит что расскажите как надо сделать они как почему нельзя да и не большая разница именно это всегда легко сказать у нас не получилось то потому что тем более как бы люди молоды подбор команды тогда он видимо был за вами кто эти люди какая насколько много у вас людей и как строит строится работа раз мы говорим я дам в секрете они сами поймут когда увидят про команды они сами поймут сейчас в штате у нас немного человек но опять же если брать федеральную повестку и основные задачи которые перед нами ставят федеральное агентство по делам молодежи росмолодежь министерство информационных социальных коммуникаций собственно наше основное ведомство которое курирует молодежную политику региона есть несколько таких направлений которые стратегически важны это во первых но развитие молодежи как личности они да они уже старшеклассники студенты это сформировавшиеся личности которым нужно дать тот самый выход в профориентационные поля которым нужно дать выход для их творческих инициатив возможно каких-то научных инициатив там где они будут уже развиваться расти да а нам надо предоставить максимально обеспечить эти площадки опять же кому-то нужна социальная какая-то помощь мы также оказываем эту социальную помощь совместно с другими ведомствами нашей администрации и здесь главное быть адресным к каждому молодому человеку не брать как бы массу если есть запрос надо отрабатывать вот адресно непосредственно эти запросы но и основные конечно действия для выявления таких потому что у нас моя тоже сверх задача она быть с тем самым мостиком тот самый мостик который может взять человека узнать обратную связь получить что ему нужно и создать для него все условия для того чтобы найти возможности реализовал и еще наше всего управления сверхзадачи которую я говорю это так скажем а стратегическая сверх задача так как у нас муниципалитет большой интересный с богатой историей тем более сейчас у нас 400-летний юбилей очень много обновлений идет очень много различных интересных проектов но рядом находится огромный агломерат москва столица и мы прекрасно понимаем что кадровая политика нам она сверх важно и оставить тех талантливых я здесь да это просто наша сверх задача то есть максимально дать им вложить в них свои ресурсы свои силы и максимально проложить им дорогу в те организации те органы те структуры пусть это будут даже не коммерческий центр пусть это будет сектор предпринимательский пусть это будет административные муниципальные учреждения откуда они могут применить свои навыки знания и собственно трудиться на благо олюберец это вот самый наверное достойный когда мы сами вырастили кадры ну правильно потому что речь-то идет о любит а мы во второй части поговорим уже конкретно и о событиях о мероприятиях и о том как вот например молодой человек может там к вам обращаться и так далее но пока мы вот до говорим завершая вот первую часть а вот эта федеральная программа она же выстраивается но по всей стране в разных регионах стоят может быть немножко разные задачи существуют экономические варианты скажем какие-то межнациональные вопросы да много всяких тем которые поднимаются вот насколько легко работать с этим инструментарием который что называется спускается к вам сверху а вы становитесь не только мостиком между молодыми людьми и ну некой взрослой жизни но еще мостиком между какими-то архиважными как вы говорите задачами которую ну ставят весьма с профессиональные люди которые понимают что такое психологические вопросы а вам нужно это выполнить здесь на месте вот как это обратная связь работает здесь наверное работает еще и в разрезе опыта во первых молодежная политика сейчас программы да вот и если брать свои задачи они очень универсальные гибкие и здесь они не такие не махровые нет и действительно это здорово и вообще молодежь ее нельзя же загнать вот в ежовую рука и и когда нас поколение любит говорить молодежь уже не то она всегда была той и она всегда была просто адаптированной под время мы сами же ее растим если взять например в разрезе муниципальных органов власти зная в полях работу с молодежью зная специфику молодых людей той или иной категории янки в молодежной политике 20 лет я сама выросла из молодежной организации в 18 лет я получила премию президента за развитие молодежи молодежной политики и пошли по этой же зиме они да и действительно это когда мои коллеги уже преподаватели я тоже преподаю в нескольких вузов когда мои коллеги преподаватели говорят почему мы работаем с молодежью шутим питается их энергией это факт здесь когда ты видишь этот потенциал тебе хочется также вкладывать в них и здесь уже смесь опыта и вот этого действительно какой-то идейности активности вот она в синергии рождает то самое те самые мероприятия те самые действия те самые позитивные истории но и тех самых людей которые потом становятся людьми с большой буквы это главная задача сейчас сделаем небольшую паузу напомню что у нас гостях начальник управления по работе с молодежью городского округа люберцы со стажем до надежды михайловна русакова сколько вы сейчас уже на должности начальника полгода полгода я спросил в начале программы почему сразу к нам не пришли надежда михайловна говорит вот пришла когда есть о чем уже рассказать молодец я считаю что это правильно сейчас сделаем небольшую паузу вернемся и поговорим уже конкретных планах и о тех мероприятиях которые возможно уже прошли напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко нас гостях начальник управления по работе с молодежью городского округа люберцы надежда михайловна надежда михайловна но теперь давайте поговорим сначала вот о чем понятно мероприятиях расскажем а вот молодой человек как как-то они к вам обращаются но я не знаю там за помощью или например какая-то ребята хотят что-то провести или вы только куда-то рассылаете как это работает работает и так и так то есть там и обратная связь безусловно нам важно и запрос земли мы делаем всегда в первую очередь когда мы только начали так скажем деятельность были встречи с вузами в первую очередь первый вопрос был что вам интересно мы не можем это опять же сфера молодежи она конечно очень живая и поэтому в первую очередь мы должны отталкиваться от запроса если мы будем понимать земли какие у них есть инициативы трудности и задачи тогда мы будем им именно качественный как говорят смешники контент предоставлять в этом плане и реализовываться уже по направлению но сейчас основная как бы история одна из основных историй это безусловно волонтерская деятельность это безусловно так как у нас сейчас общество очень информационное подкованное онлайн это еще и развитие медиа сообществ безусловно привлечение в молодежные инициативы грантовых средств я знаю очень многие регионы которые сверх 50 процентов всего объема средств на молодежную политику привлекают именно за счет грантовых средств и здесь нам опять же подспорья хорошие и федеральные гранты частные и региональные конкурсы поэтому здесь мы тоже развиваем прививаем эту тему что любое мероприятие можно провести через грантовую поддержку и здесь еще плюс что а такие проекты они рождают потом новые идеи которые могут вырасти в стартап в предпринимательскую деятельность в социальное предпринимательство что сегодня очень актуально в нкао и поэтому профориентационная работа и уже профессиональное приобщение она тоже решается за счет вот таких вот историй если брать опять же патриотическую работу у нас она достаточно большая и в некотором плане инновационные мы все конечно да говорят что формы мероприятия они могут меняться но сами мероприятия как бы ты не назвал флешмоб акции митинг-фестиваль но они остаются это все новое хорошо забытое старое но здесь действительно регион и федеральные программы они поставляют уже хорошую методическую базу для этого и свои опять же идеи у ребят рождаются мы всегда их поддерживаем плюс юбилейный год это просто пространство для творчества то есть тут можно много пробовать да и мы не ограничиваем ребят мы действительно хочешь конечно придумал сто процентов делаем поэтому ребята сами тянутся сами приходят сами интересу и попав однажды дожи остаются всегда правильные друзья друзья друзей конечно комьюнити я почему этот вопрос вам адресовал потому что но мы же понимаем что мы сейчас говорим о так называемым активной до части молодежи которые вот свою энергию в какое-то как мы бы сказали взрослые в правильное русло направляет да а молодежь она бывает разная бывает еще так называемая сложная молодежь который нужно работать вот в этом направлении что делается потому что конечно же мы прекрасно понимаем и проблемы наркомании и проблемы и бедности и преступления совершаемые молодыми людьми они иногда в их основе лежит какая-то социальная до неустроенность тогда вот у меня такой вопрос если работа в этом направлении или вы отталкиваетесь от того что вы показываете как может человек устроить свою жизнь будучи еще совсем молодым выйти из вот этого вот из своего из этих ска так назовем своих душевных трущоб я думаю что это тяжелый долгий вопрос долгий на отдельную программу на отдельную программу и сейчас честно скажу пока у нас база на эту тему прорабатывается это действительно но в планах это есть планах это есть хорошо чуть-чуть попозже да ну вот видите мы как и положено мостик забросили на следующую программу почему потому что вопрос важный вы абсолютно правильно говорите ну вы как педагоги у нас общие тайны даже называется понятно что многое зависит от взрослых людей очень часто зависит от самого человека который где-то оступился никто ему вовремя не помог и так далее а мне кажется что это очень важная история тем более что мы сейчас когда к нам приходят депутаты вот проблема семей малообеспеченных или сложных назовем их так корректно это все существует но вернемся более сейчас приятным вещам потому что вы сами говорите четырехсотлетие июнь месяц молодежный как нам известно в мае сначала начинается прощание со школой экзамены зачеты вот тоже сегодня принимал зачет вот и вы знаете что это такое когда почему-то все студенты думают что нам легко это делать на самом деле это такая же такие же сложности вот насколько понимаю день молодежи такой главный наверное праздник до для молодежной организации а уж тем более для целого вот такого глобального управления все верно как вы к нему готовились мы к нему готовились стихийно потому что у нас сейчас ввиду всей работы сейчас у нас есть и история большая по волонтерской деятельности мы в этом году в преддверии юбилея провели большой волонтерский форум он у нас получился действительно масштабы региона к нам приехали порядка двенадцати различных организаций волонтерских которые осуществляют свою деятельность в подмосковье по разным направлением это были экологи это были и волонтеры медики волонтеры чест волонтеры которые занимаются кани терапии собаками то есть они уже в курсе просто профессионально скажем так подходят и нам наша задача была показать что волонтерство это не только тот спектр деятельности когда там посадил клумбу возле дома или в магазин сходил до что это действительно можно реализовать себя вообще во всех сферах что каждый по душе может найти себе интересную историю и вещь опять же даже взять в медиа волонтерство это потрясающая тема если ты не можешь помочь физически в тот или иной момент но ты можешь об этом рассказать написать запустить перепостить почему бы и нет ты как минимум создашь вокруг себя информационное поле заинтересованных людей поэтому сейчас ребятам надо было именно показать всю эту сферу показать их возможности показать их опять же мотивации потому что волонтерская деятельность у нас сейчас кстати есть такое очень странное понимание например у школьников нам нужна волонтерская книжка чтобы вот школу закончил гештальт закрыл один пришел с этой книжкой волонтерской в вуз отдал ее в вуз и все там дополнительные баллы к егэ здесь я юг турка тогда а я им рассказываю что волонтерская книжка в принципе ничем не отличается от трудовой книжки если брать в разрезе потрясающих событий которые происходят в мире ты можешь стать центром организации чемпионата мира по футболу ты можешь участвовать вот сейчас будет в двадцать четвертом году фестиваль молодежи в сочи и именно кастинг на такие вакансии он проходит через волонтерскую книжку когда ты можешь быть за сценой 9 мая на красной площади парада когда совершенно вроде как неожиданно неожиданно быть и полезным и нужным и собственно также за рекомендовать себя перед какими-то достойными кадрами которые потом тебя скажут а давай в нашу команду а давай с нами работать и действительно нам понравился поэтому здесь волонтерство она не замыкается только на том что в школе там определенные часы ты получил все выдохнул книжку свою забрал вуз принес и слава богу ну да но молодые слава богу у них очень очень часто бывает такое они довольно откровенных своих вот конъюнктурных скажем запросах но между прочим опять же зависит от организации человек может действительно прийти для того чтобы получить лишние баллы но если там правильно поставлен конечно вот там коллектив и он даже забывает потом что он пришел за этим ему нравится ну так жизнь устроена у нас остается немного времени день молодежи проходит традиционно в июне такая дата вот отчитывая после дня молодежи не буду сейчас вас трогать по этому празднику потому что как бы он для вас уже состоялся и слава богу все прошло но вот теперь 400 лет какие-то особые будут события может фестивали немножечко нам анонсики какие-нибудь расскажите что вы готовите или это тайна это не тайна большие планы и у нас потому что многие вещи в этот раз создаются с нуля у нас действительно подобрались потрясающие активисты за что спасибо большое нашим образовательным учреждением когда был запрос в марте месяце на ребят мы организовано школу молодежного актива по четырем направлениям и мы действительно поставили задачу перед образовательными учреждениями пусть это будут самые заинтересованные не те кто ты ты ну пойдемте так уж и быть а именно самые заинтересованные в развитии потому что для них была подготовлена потрясающая программа образовательная развлекательная практическая программа и ребята после этого мероприятия вышли таким готовым уже комьюнити и сейчас эти ребята у нас мы недавно буквально когда готовили отчет и поняли что у нас за один май месяц было 20 мероприятий из 21 рабочего дня мы поняли что действительно это та команда которая огонь водой медные трубы уже прошла и они заточены на то чтобы они сами горят желанием потому что они увидели что есть возможность в абсолютно в разных сферах проявить себя будь то фестиваль детей с инклюзией где они у нас первые навигаторы первые на помощи стоят будь то событийные мероприятия 9 мая они готовы им интересно они живые они хотят все это попробовать и наша задача вот собственно им все это предоставить если брать например будущее мероприятие это не только сопровождение деятельности каких-то крупных событий это и наши авторские истории например сейчас у нас готовится фестиваль медиа индустрии он в конце августа состоится в люберецком центральном парке культуры отдыха где мы будем также с ребятами вместе отсматривать лучшие достойные конкурсные работы о люберцах это и квн это и возрождение такого мероприятия как люберецкая краса до конца года у нас очень многие ребята завели инициативу его организовывать в нем участвовать сделать его очень интересным это безусловно наверное отчетное такое мероприятие которому мы завершим этот год большой молодежный форум где также представим наши различные молодежные направления наградим самых достойных лучших интересных и придете к нам студию с удовольствием и о чем рассказать 100 процентов хорошо ну мы познакомились надежды михайловны познакомили наших телезрителей то что я так понимаю что ребята которые уже давно работают полгода они вас прекрасно знают и коллеги тоже но теперь мы знаем что с молодежной политикой у нас программа сумасшедшая вот впереди много всевозможных задач и я приглашаю приходите с ребятами самыми разными с вашими коллегами почему потому что как бы там это не звучало традиционно но действительно молодежь наше будущее и мы как будущие пенсионеры должны знать кто будет зарабатывать для нас деньги чтобы пенсия у нас была нормальная но если говорить еще более серьезно то спасибо большое надежда михайловна прямо что кластер очень сложно этой которым вы занимаетесь все чем сможем тем поможем с нашей точки зрения средств массовой информации спасибо вам большое вас с днем молодежи потому что праздник хоть и прошел но можно поздравлять и напомню что это была программа открытый диалог у нас гостях была начальник управления по работе с молодежи городского округа люберцы надежда михайловна русакова я николай пененко всего доброго до свидания что Субтитры подогнал «Симон»